Был такой вопрос о голоде и экстрасенсорных способностях когда я голодал 40 суток задал такой вопрос а какие-нибудь экстрасенсорные способности у вас появились или не появились что я хочу на это ответить но в первую очередь тут надо разобраться с терминологией потому что это экстрасенсорика значит экстра это что-то такое чрезмерное а сенсор это чувство то есть это обострение чувств поэтому а и экстрасенсорика и дальше такие как ясновидение яснослышание вот смотрите ну да можно сказать ясновидение это ты далеко видишь а как бы сказать в контексте того что ты что-то предвидишь предчувствуешь видите какая разница не то что ты куда-то видишь дальше других а ты предчувствуешь что-то яснослышание это это же качество подобно ясновидению то есть ты как бы сказать что-то из будущего можешь предвидеть то есть все эти термины они так ясновидение яснослышание яснознание и так далее и тому подобное они где-то примерно схожи в том что человек заранее предвидит будущее или ему сообщается об этом это разные вещи то есть он может самостоятельно как бы считать ту обстановку которая его ждет или ситуацию которая его ждет в будущем либо ему сообщат это разные вещи и наконец-таки способность самостоятельно что-то предвидеть чувствовать это уже интуиция то есть человек вот также чувствует какую-то обстановку в будущем которая будет его касаться или там касаться другого человека близкого ему с которым там он связан так вот что я хочу сказать голод голод это интересная вещь смотрите мы привыкли голод в основном говорить во время голода объяснять его с позиции только физических процессов физиологии какие там процессы идут и так далее и тому подобное но при этом мы вообще не касаемся тонких тел которые подводная часть айсберга так вот тут происходят очень интересные вещи и об этих вещах нам сообщают в основном сны значит что происходит вообще-то наша человеческая сущность сущность строится с тонкого уровня далее значит подключается физическое тело и пошло она уже начинает и себя подкармливать и строить за счет питательных веществ и дальше уже она значит влияет и на тонкие тела но вот когда мы осознанно с вами прекращаем процесс питания значит питание через физические источники через физическое тело у нас прекращается то на полную мощность включается питание через тонкие тела и в первую очередь это не значит что тонкие тела будут питать физическое тело нет наоборот они начинают уплотнять сами себя и наши тонкие тела из размытого такого состояния становятся такими знаете рельефными уплотненными вот тут проявляется энергетика эта энергетика лично у меня проявлялось в том что из вот этих вот мест били как такие лучи пламени то же самое на ногах но это проявляется также у большинства людей то есть такое впечатление вот особенно по вечерам как будто начинает вот здесь гореть и и струится пламя это говорит о том что человек при желании может хорошо исцелять ну выйдя уже из голодания исцелять руками посылать мощные там такие энергетические воздействия на тело и это чувствуется вот например когда я делаю массаж я чувствую как мощность здесь бьет и это ощущают другие люди которые говорят оу смотри какая энергия идет это к слову так вот смотрите у нас есть физические чувства которые работают в ограниченном объеме на ограниченное расстояние то есть то что мы вот тут можем видеть слышать а дальше нам это и не надо нам надо здесь ориентироваться но есть у нас также и тонкие чувства которых радиус действия которых намного выше но что получается нам то надо в обычной жизни ориентироваться здесь на более маленьком расстоянии что там грубо говоря вот я тут вижу а что там за углом меня там особо не касается а тем более что там в другом уровне вот и этот источник будем говорить получение вот этой эссенсорной информации чувствительной информации он намного сильнее и нам нужнее в данный момент и тем самым он перекрывает те чувствительные влияния которые может улавливать наши тонкие тела то есть это радиостанция тут у нас работает она забивает по своей мощности тот источник который которым является у нас тонкие тела ну как бы это сравнить ну вот смотрите мы когда светит солнце светит солнце день мы звезды не видим когда солнца нету мы видим ого-го звезды так вот точно так вот это происходит и для того чтобы включилась вот эта вот повышенная чувствительность нам надо отключить телесные вот эти все влияния это в основном происходит во сне когда чувства обычные у нас уже отключились мы погрузились в сон тонкие тела нам начинают вот это все говорить всю эту чувствительность проявлять в виде сна в виде еще чего-то докладывать так вот на голоде эта чувствительность многократно усиливается и более того она как-то целенаправленно усиливается и вы чувствуете видите сны вот можно сказать даже вещи сны которые предсказывают вам там будущее как надо там поступить ну ваше состояние здоровья и прочее прочее там идут просто такие картинки в которых надо разбираться потому что сон видишь а понимать его не понимаешь далее вот это вот будем говорить какая-то повышенная там вот сенсорная чувствительность да значит как ее достигают в обычном состоянии как правило садятся так называемая медитация успокаивают стараются отключить чувства уравновесить дыхание погрузиться в такое своеобразное состояние то есть отключить сигналы от физического тела и тогда начинают проявляться вот эти все тонкие вибрации которые мы рассчитываем тонкими телами и там что-то там такое идет ну кстати тут я хочу сказать например есть люди которые осознанно пользовались вот этой вот особенностью ну например кто там у нас рисовал Сальвадора Дали и я боюсь запутаться ну пускай это будет значит что он делал прежде чем написать какую-то картину он садился ворвал значит вот там какой-то предмет в руку ну допустим ложечку вот расслаблялся погружался значит в такое состояние которое бывает между сном и бодрствованием и вот тут как раз открывается вот эта способность видеть какие-то там картины информацию ощущать тонкоматериального мира и тут только опа ложечка падала он просыпался и эта картина у него была перед глазами он ее только раз и записал и это шедевр Никола Тесла примерно так же поступал делая свои открытия он в основном только эти как это называется авторские эти все патенты делал то есть для того чтобы сделать какой-то авторский патент надо что-то там изучить как это идут процессы исследования и так далее на основании этого сделать уже патент и сказать вот это вот так вот работает то есть он исследовал у Тесла получался уже конечный результат он это все видел и знал погрузившись вот в такое состояние состояние творческого видения и уже ему не надо было никаких экспериментов делать он уже готовый прибор делал или что там он там готовую вещь производил вот которая уже работала так как надо то есть это было этот прием был задействован многими что касается значит экстрасенсорных вещей вообще то есть можно видите сознательно входить вот это просолнечное состояние где вот это все проявляется еще некоторые называют магией это трещина между мирами между тем миром и этим миром и в котором вот это все проявляется далее далее теперь если говорить о том что человек вот так вот знает ну например например все берут вангу ну при этом как-то и говорят вот она тут предсказывала будущее она там видела она там все будто это делала она сама что с нею произошло у нее отключилось самый главный источник информации который несут глаза 90% информации мы получаем за счет зрения опа значит на 90% у нее включились тонкоматериальные способности да к получению информации плюс самое важное что когда очевидцы рассказывают что она там бывает что-то там предсказывает у нее меняется голос у нее меняется выражение лица то есть это говорит о том что у нее была связь с какими-то силами тонкоматериальными разумными которые в нее входили и отвечали на этот вопрос то есть менялся голос менялся там выражение и так далее сущность вошла и будем говорить ответила вам на вопрос то есть вот этот механизм особенно там описанный там в древних книгах и раньше все это хорошо там описывалось разбиралось вплоть до того что когда происходит допустим одержание человек был нормальный потом стал совершенно иной то есть у него вселилась другая сущность и там королесит потом она вышла вроде бы он нормальный и при этом он может предсказывать какие-то будущие события он может видеть где что там спрятано понимаете то есть проявлять такие способности но это уже совершенно иная область мы с вами такие как бы сказать сосуды которые в зависимости от нашего мышления и устремления могут подключаться те или иные высокоразвитые сущности и через нас делать те или иные вещи то есть мы становимся их проводниками раньше их называли медиумами то есть основно это не создано и наконец-таки вернемся к голоданию в основном голодание сейчас используют для того чтобы значит излечиться там постройнеть еще что-то еще что-то раньше раньше использовали основное назначение голодания это голодание использовали для того чтобы получить посвящение что такое посвящение посвящение это вы осознанно желаете приобщиться подключиться к тому или иному источнику космической силы это даже вот так надо говорить и вот во время голодания вы показываете первое самим процессом голодания что вы серьезно настроены что вы не просто так знаете вот дайте мне там это там посвящение и то есть вы получите эту силу действовать а вы должны это доказать и как правило это доказывается таким длительным голоданием человек уединяется и начинает мысленно мысленно там призывать эту там силу и в результате значит если он показал что он ее достоин он начинает быть проводником этой силы на земле если взять пример сорокадневного голодания Иисуса Христа то что можно сказать до процесса голодания как он уединился он не обладал такими способностями делать там из воды вино воскрешать мертвых то есть для того чтобы это произошло он должен осознанно пройти через этот процесс и он уединился и проголодал и после этого у него появились способности поэтому голодание с целью посвящения делается таким образом обязательно уединение обязательно голодание как как акт вашей вашего воли изъявления что вы у вас серьезное намерение не просто так вот и тогда вы подключаетесь к тем или иным разумным силам они могут быть и светлые и темные и они через вас начинают действовать то есть вы получаете их способности вот тут то вот эти так называемые ясное видение ясно слышание еще что-то еще что-то раскрывается в полной мере без всякого уже впоследствии голодания и так далее то есть вы даете запрос приходит ответ чтобы вот эта вот как-то разность вами понимала власть если желаете как бы сказать удостовериться в том что этот вам наговорил почитайте самостоятельно Библию почитайте 12 тому жития святых вот так сами подумайте может у вас какие-то интересные вещи там происходили ну и тогда у вас будет ваше свое мнение ну вот вот на этой ноте и закончим разбор этого вопроса вот так вот так вот так